Как гласит народная мудрость, театр начинается с вешалки. А как гласит другая народная мудрость, путь на самые высокие вершины порой начинается из вот таких вот подвалов. Сегодня мы с вами освоим базовые навыки одной из разновидностей скалолазания – болдеринга. Поработаем ручками и ножками. Для начального развития, чтобы лазить по скалам, нужны основы, нужно понимать, что делать на скалах. Мозг должен привыкнуть именно к правильным движениям, должен привыкнуть организм к расположению корпуса. Базовых принципов можно выделить три. Это делать, давать нагрузку на ноги, не висеть на одних руках, потому что руки у нас слабее, чем ноги по умолчанию. Поэтому обязательно нужно ставить ноги. Плюс болдеринги – правильная постановка ног. Второй принцип – это центр тяжести наш. Чем дальше он от стены у нас находится, тем сильнее нас от стены откидывает. В районе поясницы он у нас находится. Чем ближе мы к стене его двигаем, тем проще нам держаться на стене. Ну и третий базовый принцип – это три точки опоры. То есть в каждый момент движения нужно стараться. В болдеринге это часто сделать сложно. Чтобы было из четырех точек опоры всегда три. А я вот тут беленькую нашел магнезию. Да, я правильно сделал, что намазываю руки? Ну да, правильно. Магнезия помогает улучшить сцепление и отвести влагу от рук. Сверху берем зацепу красную. По середине. Вот она, хорошая. Это не просто, скажу я вам. Руки, а именно суставы, довольно быстро начинают сильно болеть. Называется, забивает, кажется так. Нам нужно, как мне сказали, вот так вот встряхивать. И будет легче. Ой, но не намного. Следующую. Отлично. Ноги. Ноги подпыше. Хорошо. Ноги ставим, продавливаем. И сразу розовую. Отлично. Две руки на зацеп. Все, трасса, можно сказать, зачтена. Это как будто мешков 10 перетаскал. Хорошо, плохо. Я не знаю. Татче стоит этим заниматься. Такому слабаку, как я. Если тяжело, это значит развиваешься. А когда развиваешься, это значит ты двигаешься в правильном направлении.